Так как же подобрать пигмент к такому большому разнообразию типажей? Вот это клиентка русая. У нее должен быть пигмент с желтой основой. Несмотря на то, что этот образ в общем холодный, просто пигменты с желтой основой, они для русых клиентов. Вот эти клиенты, это каштановый, то есть красная основа. Красная она будет даже вот у этой клиентки, несмотря на то, что у нее волосы отливают аж, может быть, синевой где-то. Как и вот для этой. То есть у нас есть большая группа клиентов русых, светлых, холодных, теплых, неважно. И большая группа клиентов каштановых. То есть к ним же я бы отнесла и шатенов, потому что у них тоже красная основа в волосах. То есть вот эта шатенка, такие с ржаной, теплый, каштановый цвет. Ну, они все красные, конечно, основа у этих пигментов. И дальше уже то, на что вы смотрите, это оттенок кожи и толщина кожи. Какая толщина, чем толще у вас кожа, тем еще более теплый пигмент вы должны брать. Вы смотрите на цвет волосков на бровях, вы смотрите на цвет у корней на волосах и выбираете нечто среднее между корнями волос и бровями. Вот этой клиентке нужны были бы пигменты с русой основой. Это такой прям очень темно-русый, прям на грани уже с каштановым. Ну и, конечно, есть категория клиента, которым хочется вообще черный взять. Но черным пигментом работать никто не будет, это запрещено. И таким пигментом мы берем самый насыщенный, самый темный цвет, но обязательно с теплой основой, особенно если у нас толстая кожа. Потому что чем глубже вы положите пигмент, тем он будет холоднее выглядеть. А все темные оттенки, они либо состоят из черного со смесью красного и желтого, как вы помните, либо из синего, красного и желтого, как вы тоже помните, но с преобладанием синего и красного. Поэтому они все достаточно яркие и опасные. И их лучше немножко теплить. Русые клиенты на самом деле самые безопасные, потому что для русых клиентов вы выберете пигменты с желтой основой, а они уходят почти во всех марках пигментов через такой светло-желтый цвет. Поэтому если желтая основа, то это пигменты достаточно безопасные. Вот такой клиентке вам нужно будет укладывать пигмент очень плотно, очень контрастно. Вы видите, насколько ее брови ярко выделяются на ее лице. Если бы, допустим, у нее не было хвостов, то вам нужно было бы прокрашивать с такой же интенсивностью всю бровь, какой у нее пучок. Поэтому мы укладываем плотно, но границы, конечно, внешние и внутренние дымчатые. Посмотрите, вот как нелепо смотрится на русой девушке брови с красным подтоном. Поэтому я никогда не рекомендую выбирать на русые оттенки пигменты с красным тоном. Как вы можете это понять? Вы можете растереть их на ватном диске. Вы увидите, какой цвет преобладает. Желтый или красный. Яркость вы можете регулировать при помощи плотности укладки. То есть можно даже неярким пигментом уложить брови довольно плотно. И они будут смотреться контрастно, если вам это нужно на каком-то лице, допустим. Но я не советую использовать на блондинках, на русых девушках пигменты с красной основой. Это не очень красиво смотрится. То есть вот у нее должны быть они русые. Все пигменты с желтой основой, светлые, из красной основы, темные, вам нужно укладывать очень плотно. Иначе если вы положите прозрачный пигмент с желтой основой, совсем светленькие, то они у вас заживут бледно-желтым. Их видно не будет. Если вы положите прозрачный пигмент из красной основы, взяв для брюнетки, допустим, то они у вас могут зажить тоже каким-то таким красно-розовым цветом. Поэтому для брюнеток вы должны укладывать пигмент плотно. А вот все нейтральные оттенки и прохладные вы можете укладывать прозрачно, использовать техники теневые именно. Обратите на это внимание, это очень важный момент.